Спонсор видео HaydayDeficeInfo.com, на котором вы можете узнать секреты игры Hayday, а также новости обновления игры, как правильно рыбачить, когда будут следующие события, и конечно же информация о читах для игры Hayday, ссылка под описанием. Всем привет ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня мы поговорим о том, в каких зданиях увеличивать слоты. Не все новички могут определить, какая продукция самая выстреленная, и в какие производственные клетки лучше вкладывать алмазы. Я выделил топ зданий, где рационально всего приобретать эти самые ячейки, начнем с молокозавода. Почти в каждой постройке обязательно найдется блюдо, требующее какой-нибудь кисломолочный продукт, поэтому очевидно, что молочная продукция является доминирующей на фирме. В первую очередь, тратьте все кристаллы на улучшение ячеек в молокозаводе, это самый рентабельный вариант. И следующее здание это сахарный завод. Не менее нужным продуктом является сахар, при производстве тортов, мороженого, кофе, конфет, сахар расходится, как горячие пирожки. Исходя из этого, сахарный завод занял второе место в списке, и мы идем далее. И следующее здание это дробилка. С повышением уровня открывается больше загонов. С ростом количества загонов мы покупаем больше животных. Чем больше животных, тем больше корма нам нужно. Больше производственного корма требуется более улучшенного оборудования. Следовательно, чем выше уровень, тем чаще надо улучшать оборудование по производству корма, то есть дробилку. В этом случае дробилка будет работать дольше, соответственно, корма она будет производить больше. И мы переходим к следующему зданию. И следующее здание это пекарня. Главная особенность пекарни это возможность переработки неостребованной продукции в готовую продукцию, которая продается гораздо быстрее. Из пшеницы можно готовить хлеб, из яиц и кукурузы кукурузный хлеб. И мы переходим к следующему зданию. И следующее здание это попкорница. Попкорница полезна тем, что главный ингредиент ее продукции кукуруза. Стоимость 2 единиц кукурузы 14 монет, а стоимость одного попкорна, приготовленной из 2 единиц кукурузы, 32 монеты. Вот вам и легкие деньги. А если постоянно ставить попкорн на конвейер, то вместо 144 монет, полученных за 20 единиц кукурузы, вы сможете заработать 320 монет за 10 единиц попкорна. В общем, любители легкой наживы возьмите на заметку. И мы переходим к следующему зданию, и это здание ткацкий станок. Овечью шерсть постоянно нужно перерабатывать в одежду. А где это лучше сделать, как не на ткацком станке? Кроме шерсти, можно изготавливать из хлопка растения уже хлопок ткань. Это гораздо прибыльнее, нежели продажи шерсти и хлопка сырьем. И мы переходим к следующему зданию, и это здание вязальщик сетей. Вязальщик сетей сосредачивает в себе производство всех снастей. Одного вязальщика достаточно, чтобы ловить рыбу, раков и уток. Поэтому стоимость ячеек у вязальщика гораздо выше, чем у здания на ферме. Но невзирая на стоимость расширений, положительный результат не заставит вас долго ждать. Ну что ж, ребята, вот такой был список зданий, у которых нужно увеличить слоты. Далее будут еще интересные видео. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Вы были на канале GameMakersTV. Меня зовут Марк. Всем пока.